Сайлент Хилл 2 Нам предстоит большая работа по обследованию всех комнат и этажей Мария пока с нами Давайте пробежим по кругу и проверим все двери И хоть дверей много, все они закрыты А некоторые даже забаррикадированы Итак, мы пропустили мужской туалет Но зато постучались женские Здесь у нас рядом лифт Давайте его тоже проверим Да, конечно же лифт тоже не работает Ну и на всякий случай все-таки проверим мужской туалет Так, что у нас здесь? Комната директора Странный конференц-зал, который меньше даже сортира И нам осталось проверить комнаты на левой стороне Здесь просто закрыто Это означает, что нам нужен ключ Либо эта дверь закрыта с другой стороны Здесь тоже просто закрыто И появляется какой-то странный звук Я не могу открыть дверь Как будто Чье-то тяжелое дыхание в противогазе Так, мы пока пропустим лестницу Проверим другие двери Да, судя по состоянию Эта больница очень старая И, похоже, давно заброшена Ну что ж Мы проверили весь первый этаж Несколько дверей тут закрыты И нам сюда еще предстоит вернуться Да, в подвал нас не пускают Хоть и не очень мне это и хотелось Мария! Держись ко мне поближе Черт, Джеймс! Я не предупредил, что это там Один патрон В обоины Да, не очень приветливы тут медсестры Которые вроде как должны оказывать помощь А не пытаться убить трубой Опс Да, надо было сначала хотя бы в карту глянуть Так, давайте вернемся обратно Ой! Сволочь, нет! Да падай ты уже Да, правильно, Мария, отвернись Не смотри на тот из раз, что тут творится Кто здесь? Уже еще не всех тут прибил Давайте поставим железную палку Классные постеры Что это за комната вообще? Ну в принципе она так и называется Мужская комната Что вполне логично, судя по этому постеру Да, Мария, как ты Мудряешься Появляться впереди меня? Ведь ты заходишь вроде как позже меня Здесь лежит журнал Сейчас он для меня бесполезен Хм, интересно Наверное, просто Джеймс стесняется Читать его при Марии Тут что-то есть в кармане белого лабораторного халата Я нашел ключ от комнаты осмотра И судя по тому, что весь халат в крови В этой больнице очень жестко осматривают пациентов Какая-то страшная картина С головами И написано Скорее всего было написано Wild Очень странная картина для госпиталя Кто-то к нам опять приближается Тедди-бер Плюшевый медведь Ау Что-то не так? Я просто плюшил себя Ты в порядке? Да Да Я нашел, наверное, самую необходимую вещь Погнутую иглу Как только Джеймсу пришло в голову вообще ее Забрать себе Просто обычная мягкая игрушка-зверюшка Здесь больше ничего нет Ну и взял бы заодно и медведя себе Оу В шкафчике лежит дробовик Наконец-то Хоть что-то полезное В этой больнице Дверь не открывается Что ты так смотришь на этого медведя? Возьми его себе, если он тебе так нравится Так, теперь у нас есть дробовик И мы стали Более опасны Медсестра на осмотре И что у нас тут получается? Комната называется медсестры Интересно Наверное, там очень много медсестр Но комната закрыта Я, конечно, рискую Шарахаясь тут с горящим крестом Ну, давай Попробуем наш дробовик Девушка Где девушка? Нет, не вижу Камера Ух ты, ема Там еще нет Да, медсестры здесь выглядят более эротично Чем в первой части игры Ну, похоже, я сюда шел зря Тратил патроны для дробовика Точно Кнопка перезарядка Я совсем про нее забываю Все закрыто Ну, есть еще куда пойти И, пожалуй, я все-таки подлечусь С вашего позволения Совсем чуть-чуть Давайте глянем на ключик Ключ от смотровой На пирке написано Смотровая Найден в кармане Белого халата В мужской раздевалке Ключ пурпурного быка На нем нарисован бык Пурпурного цвета Ключ лежал на столе В комнате с документами Так, смотровая Где у нас смотровая-то? Давайте глянем на карту Смотровая, по-моему, у нас как раз На первом этаже была Странно, но смотровая Тут не обозначена Но, скорее всего, это вот эта Маленькая комнатка Рядом с докторской Птичка И печатная машинка Да, похоже, этот госпиталь Действительно очень древний Так как Еще даже сохранились Печатные машинки Здесь стоит пишущая машинка Мне она не нужна Минуточку Погоди-ка А это что? Лист копирки Все еще вставлен в машинку И я могу прочитать То, что на нем отпечаталось Я знаю Это тайна Которую я дам им Кое-что Чтобы иметь дело С этим демоном Убежище теперь бесполезно Он мой инструмент Он должен следовать Моим распоряжением Да Коробка будет бесполезна Теперь главное Я должен не забыть это 45-41 Это хорошо Он теперь унизителен Я тоже буду свободен И он будет служить мне Я гений Которого никто не сможет остановить Меня можно остановить Меня никто не может Остановите меня Можете остановиться Можете остановиться Нет Нет Очень сложно читать эту билиберду Особенно, когда неправильно Расставлены знаки припинания Похоже Это писал какой-то Умалишенный И скорее всего Это был один из тех Трех больных О которых мы читали В докторской Повсюду разбросаны листы бумаги Просто обычная белая бумага И вот с этим Кодом Который указан В этой машинке Была в свою очередь Проблема Дело в том, что Эта игра Никогда официально Не выходила на русском языке И пираты Когда переводили Умудрились Сломать Этот код То есть Он не отображался В этом тексте И соответственно Пройти игру Было практически невозможно Если только Либо не подобрать Этот код Из четырех чисел Что очень проблематично Итак Я нашел очередной ключ Лазуритовый глаз И также здесь патроны Для дробовика Вот Либо Был еще один вариант Это Установить Английскую версию Где с этим паролем Было все в порядке Да кто здесь все топает Страшно выходит Из тени В том где Так, ладно Хотел палку Но палка Машка, ты видишь Да Ни хрена на свет В том три Раз, два, три Черт, бежим Бежим Мать твою Да Тут я что-то сплоховал Не бей ее, свелочь Упс Кажется мне Хрон Да Что-то не очень красиво получилось Пришлось Очень сильно потратиться В патронах Хоть у меня их и много А вот патрон для дробовика Надо бы приберечь И придется есть аптечку Что-то я замешкался Теперь еще и в комнатах Патроны для пистолета И лечебный напиток Да, не хотел бы я лежать в такой больнице Телевизор сломан Ладно, обследуем Этот этаж до конца И Потом Сбегаем обратно на первый Используем ключ Это опять Вы не нуждаете Применять меня на силе Сколько можно возрождаться? О-о Машка, дурная ты голова Ты хоть палку возьми Что-то Патроны Джеймс, подари ей палку, а А лучше, наверное, сразу две А вообще, похоже Наш Джеймс Джентльмен Он всегда пропускает Даму вперед Сколько он еще? Так, где мы Палка Палка-вручалка У нее, похоже, такая же труба Как у меня Хотя Возможно, даже длиннее У нее какой-то кастрированная обрубка Джеймс, забери у нее трубу По-моему, у нее лучше Ну, реально у нее лучше У меня она какая-то обломанная Так Здесь, как ни странно, никто не появился За время моего отсутствия Так, ладно Здесь тоже тишина Похоже, первый этаж никого не интересует Я использовал ключ от смотровой комнаты Ну и тесно же у вас тут Да, работая в таких помещениях, может развиться клаустрофобия На столе лежат медицинские отчеты Но для меня здесь нет ничего интересного Ужас Как же здесь все узенько Патроны в раковине Очень интересно На холодильнике висит записка Только для продуктов Лекарства не хранить Код в этом месяце Т В прошлом месяце он был X А до этого был Z Но что они собираются делать в следующем месяце? Это все, что можно составить из четырех цифр В любом случае, неужели к двери и в крыло пациентов Так часто нужно менять этот чертов код? Это легкая головоломка И похоже, это единственное, зачем сюда приходили Больше в этой комнате Нет ничего полезного По крайней мере, Джеймс больше ничего не хочет читать Куда нам нужно? Оу, нам нужно, похоже, на третий Так как на втором мы все обследовали Кстати, я забыл обследовать лифт Но, поверьте мне, он не работает Так, и еще я не ломанулся в дневную комнату Да, ладно, для успокоения своей души Я все-таки забегу на второй этаж Проверю эти два места Надеюсь, здесь никто не появился Так, вот Закрыто Как я и ожидал И лифт Кнопка вызова лифта закрыта Какой-то крышкой Блин, она заперта И я не могу открыть ее О, Джеймс Ну что ж, ладно Теперь точно все Лифт закрыт для нас В общем, здесь два лифта Вот первый И вот второй Ладно, что-то мне страшно Идти на третий этаж С крестом Пожалуй, я выпью немножечко Настойки бояршника Чтобы утихомирить свою боль Здесь также, кстати, можно сходить на крышу Но, к сожалению, она закрыта Окей Пойдем на третий Черт Че не падают, как лягушки Мария, не стойно ли нервно Сам не поколочил Тебе, правда, тоже немножко Заткнило Лягуша-то моя Комната спецухода Склад Дневная комната Ну, давайте проверим Так, вышли мы Отсюда Закрыто Немножечко наследим Так, куда-то Джеймс смотрит А птичка Лифт не пашет Да, и похоже Нам остается только одна дверь И здесь как раз нужно использовать пароль Который мы получили в подсказке Буква Т Эта головка достаточно простая Просто нужно Как бы кнопками написать букву Т Один Три Два Восемь Пересадимся Иди сюда, моя красавица Утроюсь выключить свет Ё-моё, она, по-моему, быстрее начала идти Не то что бы я не любил медсестер Фигура у них отличная А если еще одеть пакет на голову То вообще будут с красавицами Спецэтаж Во-вторых Я немного устраиваю. Это просто отдыхание. Ты должен отдохнуть. Так комфортно. Я пойду искать ее. Для Лора. Я вернусь как можно. Ей что-то наше Мария не поздоровилась. Очень, говорит, хорошо здесь. Я б так не сказал. Возможно, Мария на что-то намекала, но у нас Джеймс непробиваем. Я буду в порядке. Ты нашла Лора? Ключ от крыши. Джеймс, я хочу спросить тебе что-то. Что если... Что если ты не можешь найти Мэри? Что ты сделаешь? Я не подумал об этом. О, блин, тут... Тут все так же есть. Даже, по-моему, веселее, чем раньше. Ну, теперь хотя бы обузы рядом с нами нет. Так, я опять получил по голове. Ну что ж, походим с крестиком. Здесь очень много маленьких палат. Палат для душевно больных. И опять зеленая жидкость. Что это за цензуренная кровь? В сливной отверстии канализационной трубы что-то застряло. Отверстие слишком маленькое, и не могу просунуть руку, чтобы достать это. Возможно, если бы у меня было что-нибудь тонкое и длинное. Но у меня пока нет ничего тонкого и длинного. Да чтоб вас, а! Я не знаю, что у меня окончится быстрее, или жизненные патроны. Похоже, перебить у меня всех их не удастся. С манекеном как-нибудь управлюсь и при помощи другу. Давай, черт! Даже манекен меня унижает. Так, я думаю, нужно срочно полечиться. Ладно. Бог дал, Бог взял. Только что недавно я нашел аптечку, и опять пришлось ее потратить. Кто там опять? Ребят, вам не кажется вот, что у вас слишком много на меня одного? Лучебный напиток и наконец-то скромная. Комната послей на третьем этаже. Что это означает? Посетители что ли? Ни хрена себе комната для посетителей. Да, блин, мне кажется, палкой как-то у меня улучши получалось. Хотя трубал валит с трех ударов. Так, кажется, кто-то сзади еще подкладывается. Много душа. Да, вот она. Любовь на ней. Ну и вот. Нет, пора заканчивать уже. И начать убегать. Интересная коробочка. Помните пароль, который мы нашли в записке печатной машинки? Это пароль вот к этому замку. Но это только один. Нам также здесь пригодится вот этот ключ. Кстати, его можно исследовать. В верхней части ключа выгравирован глаз. Класс. Радужная оболочка глаза сделана из лазурита. Так, мы сняли еще один замок. И также сюда еще подойдет карточка. Но остался еще один. От которого у меня пока нет комбинации. Придется вернуться сюда немного позже. Здесь на стене что-то написано. Луиза, я буду заботиться о тебе вечно. Это моя судьба. Луиза. Как мы знаем, один из пациентов потерял свою дочь. Иди-ка ты знаешь куда? Ну не кем. Блин, я забыл. Двенадцатую палату проверить. Черт. Черт. Я опять манекен восстал. Да. Они постоянно восстают из мертвых. Мне уже надоело их ловить. Попробуем их всех обижать. Но перед этим глянем, что мы еще здесь. А все в принципе. Все палаты мы проверили. У нас есть ключ от крыши. У нас есть ключ от крыши. Наль TA. Я уже сижу. У-у-у-у. У меня есть ключ от крыши. наше спасение. Крыша, 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 и на крыше здесь у нас дневник. На полу что-то лежит, это дневник. Девятое мая. Дождь. Смотрел в окно целый день. Здесь мирно, делать нечего. Мне до сих пор не разрешают выходить на улицу. Десятое мая. Все еще идет дождь. Немного поговорил с доктором. Спасли бы они меня, если бы у меня не было семьи, которую нужно кормить. Я знаю, что я слаб и жалок. Не всем быть сильными. Одиннадцатое мая. Опять дождь. Меня сегодня тошнит от лекарств. Если мне лучше только, когда я под влиянием лекарств, так кто я такой тогда вообще? Двенадцатое мая. Как обычно, дождь. Не хочу больше никому доставлять проблемы, но я в любом случае это делаю. Действительно ли это такой уж большой грех, бежать вместо того, чтобы драться? Некоторые люди могут сказать так, но они не живут так, как я. Возможно, это эгоистично, но это именно то, чего я хочу. Это слишком тяжело для меня. Слишком тяжело. Тринадцатое мая. Дождя нет. Доктор сказал, что меня выпишут, что мне нужно идти домой. Я знаю, что я слаб и жалок. Я... На этом дневник заканчивается. Больше никаких записей. Что здесь делает этот дневник? Очень странно. Что на крыше делает этот дневник? Похоже, это дневник самоубийцы, о котором мы читали также в записках доктора. Крыша. Да, это явно психбольница. Крыша огорожена решеткой, чтоб, не дай бог... Какой-нибудь псих... Похоже, за мать хоман. Мать твою! Так, все. Продолжение следует... Да, у меня, похоже, очень прочный скелет. Я только что проломал своей тушкой крышу. Я чутился на третьем этаже в комнатах спецухода. Да, похоже, это комната для совсем безнадежно больных. И даже учитывая то, что тут все обито мягким материалом, кто-то умудрился, похоже, сделать себе больно. Тут на стене что-то написано. Крути, крути, крути цифры. Лучше их не забывать. Чтобы не забыть, я написал их на стене. Это мое секретное имя. Очень странно, что у него секретное имя. Использует четыре цифры. Возможно, это даже некая отсылка к четвертой части Сайлент Хилла. Итак, эти цифры похожи на 4, 7, 7, 7. Их очень тяжело разобрать. Возможно, 4, 9, 7, 7. Ну, похоже, немножко придется подбирать. Что самое интересное, переводчики не совсем точно передали атмосферу всех вообще вот этих записок. Дело в том, что можно определить, кто их писал по способу их написания. Допустим, вот этот псих, который писал вот эту записку, он связан с коробкой, как вы уже могли догадаться, так как это код к последнему замку. Но также, по идее, в этой записке на английском имеются куча орфографических ошибок. И все записки, которые писал именно этот псих, содержат орфографические ошибки. Другой псих, который пытался покончить жить с самоубийством, дневник которого мы нашли на крыше, он писал все записки очень правильно. То есть он был грамотным и правильно даже расставлял запятые. А на стене что-то написано. Если Джозеф будет вести себя спокойно, то его можно вывести из камеры. Да, Джозеф, это тот, кто потерял свою дочь. Вот теперь открыто. Открыто-то открыто, блин. Так, нам нужно как-то попасть в комнату АС-14. А там находится коробка. Что у нас патроны? Патроны кончаются катастрофически, уже 63. И не нужно что-то с этим делать. Мне это совсем не нравится. Вот мы пристрелим и попробуем пробежать. Манекен. Только манекен и остался тот же выпук. Так, ну что ж, давайте попробуем подобрать код. Там что-то было типа 4777. Ну, не подходит. Давайте попробуем 49. Тоже не подходит. Возможно, какая-то из семерок была единицей. Да, что-то ни один из вариантов не подходит. Но можно всегда повторно прочитать все записки. Да, конечно, очень тяжело разобрать, что здесь вообще написано на самом деле. То ли это 4971 даже. То ли первая это даже вообще не четверка. Да, задал нам Джозеф задачку. Последняя цифра похожа, как будто бы даже на 3. Возможно, это даже 4973. Но не выходит. Твою мать, первая, доказывается, пятерка была. О, Джозеф. Что же ты тут такое хранил ценное? Внутри коробки ничего нет. Хотя нет, я ошибся. Внутри лежит прядь волос. Длинные русые волосы лежали в той коробке. Похоже, Джозеф хранил самое ценное, что у него осталось. Волосы своей погибшей дочери. Теперь у нас есть что-то длинное, чем можно достать калечо. Черт, я ее пробежал. Реально, нам палка быстрее замативается. Палка рулит. Труба отстой. И здесь есть небольшая хитрость. Нужно объединить волосы с иглой. Ну, ты еще подольше так подержи, чтобы он обратно свалился. Похоже, очень прочные волосы. Ключ к лифту крыла пациентов. Как раз вот он этот лифт. И нам нужно на первый этаж. Странно страшные вздухи. Нужно немножко успокоительного. Комната Си-4. Взрывоопасная комната. Патроны для дробовика. И для пистолета. Похоже, здесь больше ничего. Комната. Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошо что у меня есть дробовик смешно он подогнул ножки нет 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 птичка пока не еще не все город открывай опять она нас подставила пора уже джеймсу перестать доверять этой маленькой паршивки да ты блин бронявый труп никак не хочет спорта а а а Джеймс. Джеймс.